Я думаю, что и заявления будут, и они периодически делаются. И надо сказать, что вообще западные политики очень активно проявляют внимание к проблеме репрессии политических заключенных в России. Здесь, в общем-то, жаловаться не на что. И вот недавно у нас был большой саммит в Европейском парламенте с руководством Евросоюза и российских оппозиционных демократических сил буквально месяц назад. Мы постоянно встречаемся на достаточно высоком уровне с другими западными правительствами. Поэтому это внимание есть. Вопрос здесь в том, что пока Путин имеет возможности сохраняться у власти, репрессии будут усиливаться. Для того, чтобы предотвратить негативные тренды в общественном мнении. Люди все больше разочаровываются. А какой ответ диктаторской власти? Еще больше посадить, еще больше запугать и так далее. Здесь важно понимать, что пока Путин испытывает все эти трудности и поражения на фронте, и последствия санкций, и падение популярности и общественной поддержки в России, к сожалению, репрессии будут усиливаться. Мы увидим и новые дела, и новые тюремные сроки, и этого будет все больше. Поэтому здесь, чтобы все это закончилось, нужно всем вместе приближать окончание путинского режима, военной поддержки Украины, санкциями и влиянием на общественное мнение в России. Вот это все, чем мы вместе занимаемся с правительствами демократических стран, я уверен, что в итоге это принесет успех.